так что же нам будет на завтрак меню на завтрак у нас тоже очень интересное ну классика это каши естественно стараюсь сделать сорти большой что у нас будет в этом году сорти крупа гречневая крупа пшено крупа пшеничная крупа перловая по 62 с половиной грамма новинка в этом году появился не видел том году были вот такие все просто просто 8 пакетиков одного пшена в одной упаковке как удобно сразу четыре форма говоря у нас идет 12 человек вот таких шесть штук и бро уже четыре дня у нас обеспечено вот рис тут тоже интересно разных сортов бурый рис круглозернистый рис длиннозернистый рис обработанный паром рис тоже по 62 с половиной грамм оптимальный вес вот не знаю почему продают зачастую где-то по 80 грамм по 100 по 150 вот но для похода самое оптимальное это именно 62 с половиной грамм 500 грамм упаковка 8 пакетик это же с половиной грамм дальше у нас тут кучка небольшая возьмем сейчас они все индивидуальная упаковка классик варится который быть удобно пакетики каждого слоя у нас вот еще горох ну чё это потом покажу значит кашек кроме каш кто любит овсянку такую на завтрак конечно после нее как вымыть и очень удобно но для разнообразия как говорится надо вот дальше к кашам на утром очень народ любит кофе пить кофеек пить и поэтому берем с собой сырок такой сыр конечно мы не себе не позволяем брать домой дорого стоит но в поход почему бы и не побавило себя разочек что у нас сегодня у нас подарили раньше литовский брали сыр сейчас вот то что есть сыр беловежский пармезан первое что я нашел у нас магазинах виктория например он должен быть сыр именно твердый и же именно в вакуумной упаковке среднем где-то 50 грамм на человека в день берется в данном случае тут нас так как 12 человек нужно примерно 600 грамм ну 2 по 300 это на 2 дня то 6 кусочек 4 кусочка такой сыр сегодня купил шерс вирцарский твердый тоже относительно даже помехтел магазине был гораздо тверже ну ладно сыр алтайский чуть потверже чуть чуть не сильно сыр советский ну сказать из одной бочкой как и говорится ну так наклейки разные принципе состав сделано это у нас все московская область город дмитров посмотрим дегустируем вот помимо сыров завтрак естественно копченая колбаска раньше мы брали всякие изюмы но что-то изюмы как-то не идут почему-то решили перейти на сыр и колбасу где-то пару-трех лет назад вот все равно когда набираешь куда же куча еды с собой покупаешь магазине там на многие тысячи рублей даже десятки тысяч рублей на копии водишь на большое количество людей на случай уже потратил на 30 тысяч продуктов тут все не покажу не месяц на камеру много купил уже но если раздлительно для нас человек получается там по две с чем-то тысячи ешь на самом деле зачастую то что не позволяешь себе в городе то есть на две с половиной тысячи почти три недели 12 человек очень фигня вот берем сегодня калининградский деликатес московская только сырокопченые только в упаковке иначе не доживет телезитская калининградский деликатес это тяжелее 300 грамм поэтому две на 1 на 12 человек две порции палочки и браун швейская какая-то 200 грамм их 3 раз два три 4 4 завтраки с колбаской здесь еще два дня завтраки сыром еще один день сыром еще один день сыром еще один день сыром еще один день сыром остальные дни там где не будет колбаски и сыра будет курага и чернослив это у тут у вас лежит фрукты овощи куча лука это потом расскажу у нас тут чернослив чернослив килограмм и у сушеная она же курага чернослив это курага и чернослив это все потом когда будет завтрак расскажу что почему просто орешки всякие разные лимон и лук то есть на завтрак получается каша какая-нибудь или сыр или колбаса или курага и чернослив ладно хорошо договорим дополнительно завтраку еще у нас тут орехи раз я просто так заткнул тему зову изначально орех бразильский килограмм на 12 на 18 дней на 12 человек это все делится на 17 кучек каждая кучка на 12 человек делится каждый день это на день на сутки я люблю называть катамарадная подкормка то с утра мы это делим на равные порции орешки так же какие чернослив и курагу и конфеты шоколад чтобы их расскажу отдельно ну вот и кармашки лежит может чаем с утра сразу все съесть можно на катамаране потихонечку покушивать тоже приятно иногда часто это делать длинные переходы обед когда будет фиг знает так парочку орешков съем пару конфеток съел лишь уже более-менее пучка небольшая получается на каждого миндаль это у нас фундук это у нас кешью и виноград гол джомбо изюм вкусный день небольшой все будем делить все это куча делить на 18 так и 18 ходовых дней вот тут разделиться равномерно на 18 мешков и каждая эта долька 1 18 будет вам делиться на 12 частей по утрам но с дежурным и по два человека вот на 12 кучек и каждая кучка будет есть как хочет хочет с утра сразу съест хочет течение дня хочет вечером кому как нравится то есть еще раз каша или сыр или колбаса или курага или чернослив получать повторение 4 хотя каши каши будет больше на повторение вот таких вот колбасные зимно-сырные будет 4 каши получается еще и пшено где-то там местами будет проскакивать овсянки овсянки купил три пакета нужно все каши потом мы раз коробки раскидаем в отдельную упаковочку так не повезем будет лежать своих мешочков что это сортина на будет раз в четверить то есть пример завтрак такой ну помимо завтрака конечно еще чай но то что будет к чаю я покажу чуть чуть позже итак что у нас на завтрак уже говорил это каши не буду повторяться понятно каши к кашам сожалению не купил я пакетиков одноразового поэтому сегодня мы не расфасовали орехи изюм чернослив курага это все будет раз тоже упаковываться по кусочкам и в пакеты значит что еще дополнить 8 рису будет изюм там гречки колбаса почему еще есть допустим пшено там курага перловки там сыр там или что-то еще ну не важно только очень нравится стараясь конечно более-менее как-нибудь соблести допустим рис и изюм вот обычно так делаем значит помимо этого к чаю кто любит сладкое то конечно охренеет точнее может наоборот кто не любит сладкое скажу на хера столько мрать это все сладкое все к чаю это пока обделенный день первый первый день у нас был заброска у нас был только ужин ни обеда ни завтрака вот на ужин конфетки это мешок первую еще не положил потом положу еще дополнительно стоит завтрак значит к чаю чай всякие шляшки типа овсяное печенье крекер баранки там сухарики опять овсяное печенье опять баранки печенье всякие возможные пряники сухари такие и так далее так далее как у кого что фантазия богат в среднем стараясь брать до трехсот пяти четырехсот грамм данном случае там ну вот 0 4 килограмма 350 и положим как селга на 180 грамм получается 360 грамм оптимально поход чисто с рюкзаками из горы я бы конечно все это распаковал сделал бы поменьше порции вот ну сейчас решил использует это будет больше где-то меньше размер 350 до 400 грамм эти упаковочки то есть значит к чаю это и на отток и на обед и на ужин делится с утра на всех для человек значит кто захотел так сил то же самое касаемо второй части к чаю это с чем типа сладкого конфеты всевозможные там чехова козинаки маленькие сникерсы марципаны какие-то конфетка сегодня нашел шоколадки горький только молочные забрать они плавятся не живут опять козинаки но я сидел по магазину выбирал что сказать на целый день 300 поделиться на две ночи и получится самом деле фигня полная кстати порции как больше внимания очень оптимально подобными почему именно по 12 человек под нас когда идем шестером это приходится каким конечно пополам делить пакетики со стрелочкой и перепаковывать но случае перепаковывать не буду будет как есть тем более кажется не буду нормально ну и дальше в казинахи тоже халва конфеты степ там тогда это подобное все примерно повторяется это примерно на мазером разложил все и нижний ряд сосучки всевозможные сосучки карамельные они нужны на пешке пример по сосудешь и хочется глюкозы под язык сучку взял с друщей ручья водички запил и пошел на катамаре когда идешь кушать хочется сосучку в рот с собой на катамаре карман опять верится с утра на всех 250 300 грамм половинем и там вообще же конкретно по засчитаю количество внутри конфетки максимум на человек это только сосучки никаких цех там и рисок вся кофе нет чисто карамельные сосучки чистая глюкоза сахар чтобы была энергия чтобы идти и вы как-то перебивать год на катамаране или под рюкзаком тут я не разложу повторюсь еще раз изюм курага чернослив орехи все возможные сыр был я положил колбаса была я положил не хватает только именно орехов все остальное тут уже есть то есть полный комплект ужин обед уже лишь в мешках лук лимон чеснок тоже мешках не вот значит типа печенье овсяное крекеры баранки сухарики первый ряд второй ряд это к чаю шоколадная казинаки халва все одно шоколадные конфеты горький шоколад и так далее тогда то что не плавится на жаре и 3 отсы сучки вот такой у нас примерно расклад на то что с чаем попить на завтрак обед и на ужин опять же повторюсь все распределяется утром дежурными и каждый по карманчикам себе разбирает может съесть сразу за завтраком вот может не сообщить поезд в обед может не пожарить потух то нужно посмаковать ну кто как кто-то и так и так и по чуть-чуть есть его хозяйская каждого но вот это все на 18 дней все сладкое помимо сахара на 12 человек плюс сахар да тут еще нету c2h5oh это отдельная история она примерно расходится точно даже как и сахар в тех же пропорциях я уже говорил полтора литра на шесть человек на четыре дня у нас такой расклад мы сильно не злоупотребляем плюс еще будет сало я вот не сказал сало это в среднем опять же на поход мы берем на шестерых двух двух с половиной килограмм сейчас намного 12 надо взять килограмм 5 может быть 6 салом с сухариками с лучком вообще перекус идеальный хлеб сушим черный кто-то галецкий кто-то там удачный кто-то там бородинский неважно вот среднем на человека две буханки я жарю лично две буханки галецкого хлеба черного вот этого обычно хватает ну там как получится уже говорят будет зеленый пыл посередине частном случае будет нибудь не знаю поэтому делаем поход абсолютно автономно независимо ни от кого все это мы будем есть это все тут лежит это мы расфасуем скоро это расфасуем это тоже пакетик одноразово расфасуем тоже все мешки коробки если мы понесем это специи пока еще лежат рассказывал коробочку положим в принципе все готово осталось еще мясо мясо там люди уже отдельно делают скоро быть готова через несколько дней будет нас раздача слонов последний инструктаж сбор рюкзаков и говорится в бой надеюсь кому-то это видео было интересно больше не будет интересно мне через год буду знать что с собой я брал сколько брал сколько осталось чего было много чего было мало эта информация для меня будет очень полезная может для кого-то еще а он еще чай забыл мы собачьи берем чай я каждый взял слишком много я думаю вам хватит раз два три 4 5 5 по 250 период тупо исключительно имбру и дима крупно листовой мне он очень нравится я думаю опять нам хватит кофе пожалуйста это делает хорреса уксус обязательно с собой я люблю очень лучок немножко уксуса с речной водички и хорреса получается замечательно ну в принципе что насчет что еще вспомнить чем уже собой здесь надеюсь что практически все осветил на память больше не приходит может посмотреть до складочку я тут я помню в принципе все делаю есть эта табличка кто хочет могу поделиться марань сухарики печенье орехи колбаски изюм и кураги и супчики шоколады конфеты каши специи мясо сахар сухари лук чеснок спирт молоко сухое там и он показывал масса топлива надо еще даже были сделать самодельные все у нас не нашел готового на хорошие деньги так чай кофе мед мед и соль еще мед мед мы берем чтобы подержать это ваш 5 у вас ну и немножко так мы больше для бодяжки гораздо приятнее все это дело употреблять пушкошь на ягодке вкусные черника вкуснее как малина что будет все подряд это упакую чуть позже полтора литровой бутылки все подпишем вот эти бутылки тоже подписываю обычно там сахар там 123 и потом распределяем неудобнее поэтому не обязательно мне так удобнее для меня лично также перельем полторашки все это дело муку пересыпем масло что эти бутылки не держат ни в коем случае такие не брать с собой обязательно переливать полторашки не знаю кладем муку сухое молоко наверное тоже пакет порвется рассыпется не вариант так что последний мешочек еще кто упакую нету маленький он последний еще сделал мешочек сэнзи ставить лимоны чуть сыра фото валял свой поезд или может последний день поход нельзя посмотрим все в поезде съедим ехать на пять пять суток в одну сторону не пропадет так что примерно так все это выглядит так что если кому-то будет интересно надеюсь что будет интересно как так говорит да так что всем пока удачи в походах и и чтобы не быть голодными и не быть сытыми и съесть все до конца в последний день это значит что поход был пощипен правильно правильно а еще у нас есть одна по голову пословица поход завершился без единого трупа и этого желаем всем удачи напоследок не забыть видно не будет видно говорится то что куплено два чека с викторией больших полотенцем 2 раза по 14 15 получил одинаково но маленький я покупал чай глаз гибко большая 25 процентов семечки и сыр оттуда примерно менять чётик финансовый и для себя будет понятно чуть-чуть было чем брал и почем и когда так кучки время бед 22 пора пойти поспать на сегодня хорош коне ночь